Как и в других российских городах, в Назране теперь люди сами решают, что изменить в первую очередь. Отремонтировать двор, оборудовать спортивные площадки или сделать городские парки удобными и комфортными. В этом году в народном голосовании лидирует проспект Базоркино. Здесь вовсю идет реконструкция участка для будущего сквера. Еще несколько недель назад на этом месте был пустырь. Теперь здесь пешеходная зона, которая обещает быть самым любимым местом отдыха горожан. Для этого на площади будет предусмотрено все – ночное освещение, беседки, урны и скамейки для отдыха. Средства на столь масштабную реконструкцию выделили из федерального бюджета. По проекту на территории, помимо пешеходной, протянута велосипедную дорожку. 70% работы по укладке рабочие уже завершили. Так что совсем скоро местные дети смогут кататься на специально выделенном и обустроенном участке вдоль основной дороги. Этим изменениям больше всего рады взрослые, ведь обустройство сквера проводится на основании их обращения и инициатив. Все земляные работы здесь проделаны. Выравнивание и обрезка деревьев, и обустройство ливневого, дождевого стока. Все это сделано. Здесь у нас планируется объект такого рода, как общественная территория для отдыха. То есть это продолжение сквера по проспекту Мубазокину. Преобразования уже видны и на улице Богатырева в Гамурзиевском административном округе. Как рассказывают местные власти, улица находится на возвышенности. И при каждом пасмурном дне старое полотно, сделанное в основном из глины и песка, смывало лужей. Теперь эти трудности останутся позади. Здесь идет полная модернизация дорожного полотна. Завершить все строительные работы подрядчик обещает. К концу месяца и тогда местные жители будут чаще гулять пешком, как и на улице Мальсагова в Альсиево. Здесь проложили новый тротуар протяженностью 800 метров и провели освещение. С таким преобразованием, говорит Хадижа Хаштырова, родители не боятся отпускать ее одну в школу. Ведь дорога к знаниям для нее стала не просто светлее, но и безопаснее. Тротуар протяженностью 800 метров. Тротуар протяженностью 800 метров. В этом году на реализацию комфортной городской среды городу выделено 25 миллионов рублей. В течение трех лет участие на озрании в этой программе, по словам жителей, экстолица заметно преобразилась. Ведь одна из главных задач проекта – сделать наши города и дворы обустроенными и комфортными для проживания.